Здравствуйте! На портале Экзогет.ру с вами пролетарей Дмитрий Сезоненко из Санкт-Петербурга. Сегодня мы с вами поговорим о словах Христа, которые очень часто вызывают большое недоумение. Приобретайте себе друзей богатством неправедным. Первое впечатление, которое у нас возникает, когда мы слышим эти слова, есть некая двусмысленность, есть какие-то двойные стандарты богатства, неправды, которые тебе позволят приобретать настоящих друзей. Неужели Господь действительно хвалит грех, хвалит неправду, нечестие? И действительно ли грех можно оправдать? Может ли грех послужить для достижения каких-то вечных благ и вечного блаженства? И в разных культурах у разных народов есть похожие пословицы. Например, конечно, в нашем языке есть цель оправдывает средства. В некоторых культурах есть интересная пословица «приобретайте себе друзей не только на небе, но тоже в преисподней». Имеется в виду, что никогда не знаешь, где ты окажешься, а друзей хорошо иметь и там, и там. По смыслу-то совершенно разные пословицы, но они восходят к одной и той же притче. И, конечно, эти слова о том, что можно приобретать друзей богатством неправедным, кажутся особенно возмутительными, потому что это как некая мораль к басне, то есть некий комментарий, ключ к самой знаменитой, может быть, самой скандальной и возмутительной истории, которую рассказывает Христос в Евангелии. Итак, управляющий имением уличен в растрате финансовых активов, которые ему доверил в управление богатый человек. Его коррупционная схема раскрыта, он будет отстранен от должности, но в самый последний момент он успевает вызвать к себе должников для того, чтобы подделать долговые расписки. Он списывает им долги, но делает это таким образом, что отныне они будут себя чувствовать должниками его должниками. Таким образом, он говорит, когда меня отстранят от службы, когда я буду лишен средств к существованию, найдутся люди, которые меня примут в своем доме. И удивительно, что когда господин узнает об этой хитрой операции, он не наказывает своего управляющего, а напротив его хвалит. Господин похвалил этого нечестивого правителя за хитроумие. Конечно, некоторые люди стараются обойти острые углы и как-то сгладить их. Поэтому есть такой вариант, что управляющий, исходя из экономических условий Палестины того времени, в данном случае просто отказывается от своей части в той прибыли, которую он может извлечь, постоянно повышая цены. Он произвольно повышает цены и потом вдруг опомнился, исправил и отказывается лишь от своей части прибыли, тем самым как бы никого он не обокрал. Но в притче действительно ситуация скандальная. Более того, в этой притче и господин, и управляющий имением, и тот, и другой – это сыны века сего. Детьми этого мира они являются. И поэтому они рассуждают, как люди мирские. Они хитры, предприимчивы, не брезгуют ложью, нечестием. Но тогда возникает вопрос, почему Христос отзывается с похвалой и, более того, ставит в пример своим ученикам. Сыны века сего догадливее сынов света в своем роде. То есть, когда Христос смотрит на своих учеников, на верующих людей, на нас с вами, сынов света, детей света, он не может не заметить, что среди нас очень часто не хватает предприимчивости, инициативы, догадливости, по крайней мере, в той степени, в какой бы он хотел видеть. Потому что для того, чтобы понимать, какие ловушки нам расставляет этот мир, нужно действовать очень быстро и решительно. И нам не хватает этой смекалки, изобретательности, то, что в притче называется мудростью, когда Христос говорит «будьте мудры, как змей». Именно поэтому он ставит в пример нечестивого управляющего «приобретайте себе друзей богатством неправедным». И эти слова, конечно, служат словами увещевания, призыва. Христос просит своих учеников приобрести ту же самую проницательность, которая присуща детям века сего, но при этом пользоваться во благо ею. И прежде всего в Евангелии от Луки, после этой притчи, рассказывается притча о богатом и Лазаре. И тогда мы получаем очень точный ключ к мудрости Христа. Распоряжаться неправедным богатством праведным образом, это означает приобретать себе друзей, которые действительно окажутся на лоне Авраама, которые окажутся в раю. И в притче мы видим, что именно таким человеком является Лазарь. Бедные, обездоленные, нищие, они становятся первыми, кто войдет в Царство Небесное. Вот эти должники, люди, которым нечем расплатиться за свою жизнь, они самые желанные гости. И более того, во время страшного суда они будут рядом с судьей, и они будут определенным мерилом нашего суда. И поэтому самый правильный способ распорядиться богатством, это помочь нуждающимся. Конечно, когда мы читаем притчу о нечестивом управителе, мы не можем об этом подумать, но там есть этот смысл. Он своим богатством расплачивается тем, что он каким-то образом оказывает помощь нуждающимся. И тем самым его богатство превращается в источник братской любви, человечности каким-то парадоксальным образом. В четырех стихах в этой притче прилагательное и существительное связанное с идеей неправедности, несправедливости, нечестия, греховности повторяется четыре раза. Повторяется, как лейтмотив. Адикос, адикия. Но потому что всякое богатство может быть подозрительным. Очень часто у истоков богатства был какой-то обман, была какая-то ложь, было нечестие. Богатство – это лишь только результат, плод этого обмана. Если даже оно было нажито праведным путем, богатство всегда представляет собой соблазн, потому что когда у тебя есть деньги, когда у тебя есть власть и возможности, всегда есть соблазн распорядиться с ними неподобающим образом. Любая власть, как и любые деньги, это всегда страшный соблазн. Поэтому богатство изначально может быть плодом обмана, оно может стать средством обмана, но на самом деле оно всегда обманывает самого человека. И это третья сторона, парадоксальная сторона богатства, которая чаще всего от нас скрыта. Мы хотели бы быть богатыми, здоровыми, иметь много всего в жизни, но очень легко это может обернуться против нас. Именно поэтому в слове «богатство» есть слово «бог», но «бог» с маленькой буквы. Всякое богатство может тебя обмануть, потому что мы к нему стремимся, мы воспринимаем его как некую ценность. Слово «бог» и означает вот эту ценность в данном случае. В еврейском языке употребляется слово «мамонна», знакомое нам слово, которое является однокоренным со словом «аминь». «Аминь» – это то, что подлинно, истинно, надежно. И поэтому мы воспринимаем богатство как некий аминь, как некую надежную опору. Но в действительности она может быть обманчива. Именно поэтому любая мамонна легко может стать мамонной неправды, обманчивой, иллюзорной. И поэтому Христос предостерегает своих учеников от возможных опасностей, призывает их к бдению, к мудрости, к предприимчивости. И всякое богатство, которым человек не готов поделиться с теми, кто нуждается, всегда будет богатством неправды. Не потому что оно нажито ложью, но потому что единственный способ грамотно и правильно им распорядиться – это поделиться с теми, кто нуждается, облегчить участь тех, кто страдает. Именно этим мы получаем доступ к тем шатрам, к тем обителям, в которых пребывает Отец Небесный. И поэтому притча всегда остается загадкой, она играет разными смыслами, она всегда рассчитана на то, что мы будем иметь уши для того, чтобы ее услышать, и что нам хватит понимания для того, чтобы ее понять. Поэтому и сказано – имеющий уши дослышит, тот, кто понимает, тот поймет. На портале экзогет.ру с вами был протерей Дмитрий Сизаненко из Санкт-Петербурга.